МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть очень длинный список фраз, произнесенных Раневской в кино, которые ушли в народ, и всегда вызывают улыбку. Красота – это страшная сила. И автор лучших афоризмов – сама актриса. Всю свою жизнь она выдавала настолько хлесткие диагнозы разным людям и ситуациям, что ее прозвали королевой сарказма. Таким счастьем, как мое, никакого горя не нужно. Поднимите меня. Такие артисты не валяются. Жизнь коротка, и нечего тратить ее на диеты, плохое настроение и на жадных мужчин. А в последние годы жизни Раневская часто повторяла. Когда умру, на памятнике напишите – умерла от отвращения. Такой эпитафии на могиле актрисы нет. Ее сторожит любимый пес – мальчик. Ее обожали представители власти. Брежнев, увидев актрису, просто светился от счастья. Ты будешь спать на дяде Мулиной для ватки. Муля, а я тебе на пирасе повяжу, Камак. Фаине Раневской трижды присуждали сталинскую премию. Актриса была кавалером орденов Ленина, трудового красного знамени, знака почета. Ордена и медали она хранила в коробочке, на которой было написано «Похоронные принадлежности». Она ушла в июле 84-го года. Награды разложили на подушечках возле гроба. Было много народу и много слез. Москва, 21 июля 1984 года. Кто привел собаку в театр Моссовета, где прощались с его хозяйкой, никто вспомнить не может. Мальчик крутился под ногами у людей, и это никого не удивило. В похоронах этот мальчик стоял, прижав хвост с опущенной мордой. То есть он понимал, что ушла его главная любовь всей жизни. Раневская нашла эту дворнягу на улице, долго лечила и любила как позднего и единственного ребенка. Больше у нее никого и не было. Старость – это просто свинство. Я считаю, что просто невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Уже все ушли, а я все живу. Москва, сентябрь 1983 года. Она жила в доме на Большом Палашовском переулке, куда переехала из пафосной высотки на Котельнической набережной, чтобы быть поближе к театру. Но на сцену уже выходить не могла. Подводила память. Раневская стала забывать слова. Инфаркты, это был сахарный диабет, который вообще, честно говоря, несовместим с увеличением продолжительности жизни. Ей надо было часто ходить в туалет. Она говорила, ну вот, теперь у меня есть любовник. Я иду к нему. Он меня услышит и спасет. Все. Любовник стульчат. 31 декабря 1983 года к ней пришла Елена Камбурова. Раневская была очень слаба, встретила подругу Лежа. Лежала почти на кровати, и я ей что-то читала, что не помню, что-то такое вот. И она заснула. И она во сне встретила этот Новый год. За свою жизнь Раневская снялась в 25 фильмах. И в основном играла вздорных, противных женщин. Они ужасно обращались с мужьями. Опять нализался. Козел. Муля, не нервируй меня. Не мешай нам веселиться, изверг. В фильме «У них есть родина» героиня Раневской выбирает в приюте сироту. Одна девочка слишком много ест, другая, наоборот, слишком тощая. Ой, какая худая. Она очень худая, господин шеф. Совсем нет мяса, одни кости. Как же я буду воспитывать ее? Я отобью себе руку. Ее очень часто звали в кино. Но, как правило, Раневская отвечала отказом, придумав железный аргумент. Сняться в плохом фильме, все равно, что плюнуть в вечность. Маститый и заслуженный режиссер Иван Пырьев, просто монстр советского кино, от которого зависели судьбы почти всех артистов, как-то пригласил ее в свой фильм «Любимая девушка». Он вышел слабым. Я не кричу, Павел Иванович, я не кричу. Это у меня голос такой нервный. Нервный голос. Но Пырьев высоко оценил работу Раневской и позвал ее в другую картину. На это Павел ему ответил. Вы знаете, я теперь всю жизнь вместо слабительного буду пить антипырин, чтобы к вам никогда не вернуться. Она хотела сниматься у Сергея Эйзенштейна и видела себя в роли княгини Ефросиньи Старицкой в Иване Грозном. Говорили, что против Раневской выступил сам министр кинематографии Иван Большаков. Он посчитал, что у Раневской слишком яркая семитская внешность. И якобы Эйзенштейн с ним согласился. Раневская в сердцах сказала, я лучше буду кожей с жопы торговать, чем пойду сниматься у Эйзенштейна. Эйзенштейну доброжелатели тут же об этом доложили, и он отбил ей телеграмму, как идет торговля. Я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность. Настоящее имя актрисы – Фанни Гиршевна Фельдман. Родилась она в 1896 году в еврейской семье. Ее отец был владельцем нескольких магазинов и нефтяной вышки в Баку. Жили они в Таганроге. Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника», у меня ничего не получается. В семье Фельдманов было четверо детей, и они ни в чем не знали отказа. Хорошее образование, отдых в Европе, наряды, деликатесы. Но Фанни навсегда запомнила постоянное чувство горькой обиды. Еврейская семья – это вообще сложный механизм. И там, конечно, культ отца был в семье. Это было такое противоречие, антагонизм между отцом и дочерью. Гирш Хаймович был настоящий деспот. Фанни плохо училась. Ей совсем не давалась арифметика. Другие дети ему казались гораздо умнее. И он жестоко с ней обращался. Мог сказать, что Фанечка у нас, конечно, не красавица. И вот в таком ее присутствии говорил, ничего, с таким приданным любую невесту возьмут. У нее были проблемы в гимназии. Ее как-то встретили в штуке, она еще заикалась вдобавок. Начали над ней издеваться. Но при этом она мечтала о театре. И став девицей, пригрозила отцу, что устроится в выдавильную труппу в Таганроге. Чего отец, который был старостой местной синагоги, допустить не мог. Он решил, что лучше уж пусть она валит в Москву и позорится там, чтобы здесь просто никто этого не видел. И вот так Фаине удалось все-таки настоять на свое. Вы когда-нибудь сгорали от любви? Да? Любовь – это сон поэтил. Личная жизнь Раневской окутана тайной. Она всегда была одинокой женщиной, которая не смогла создать семью. Все, кто меня любили, не нравились мне. А кого я любила, не любили меня. Первый раз она влюбилась за год до революции. У нее был страстный роман с молодым дипломатом Максимилианом Гамом, обрусевшим немцем. Максимилиан потребовал, чтобы Фанни оставила мечты о сцене. Жена дипломата актрисой быть не может. На этом роман и закончился. И Фаина была очень расстроена, потому что ей казалось, что, в общем-то, такой тонко чувствующий человек, который пишет пьесу, сам пишет какие-то стихи, должен все-таки понимать ее чайное. Семья заменяет все. Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее – все или семья. Актриса относилась к мужчинам с большим интересом и с большим снисхождением. Находила очень многие глупыми. Да, тут ничего не поделаешь. У нее были свои претензии и свои мерки, так сказать, для этого. Все мужчины дураки. В фильме «Легкая жизнь» ее героиня явно влюблена в красивого партнера по нелегальному бизнесу. Я ведь была в самодеятельности. Я даже пел с Небурчиком. У себя дома, правда. Смотрите, какой вы интересный. Юрий Яковлев был бесподобным мужчиной, но внешность для нее ничего не значила. Женщина, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Потому что для нее была пустота. Она любила выдуманных ушедших. Она додумывала образ великого человека Пушкина, Наполеона и влюблялась в него прямо вот по-настоящему. Близкие подруги актрисы знали, что она недолго была женой Павла Маркова, заведующего литературной частью МХАТа. Его фотография стояла у нее рядом со сголовьем кровати. И явно этот мужчина оставил в ее душе заметный след. Но на публике она с презрением говорила про свой короткий опыт семейной жизни. У меня есть две основания, полагают, что Раневская была, конечно, склонна к отношениям, к мечтам о высоких отношениях между дамами. В своих мемуарах об этом писала Лидия Чуковская, уверяя, что у Раневской был роман с Лилией Брик, а потом и с Анной Ахматовой. О сексуальной связи Раневской со своей бабушкой говорил и внук Павла Вольф, Алексей Щеглов. И она говорила, да, я лесбиянка, ну и что? Другое дело, что тогда не было такого слова лесбиянка, это слово скорее появилось где-то в 60-70-е годы. Тогда говорили розовое, тогда говорили, ну я люблю женщин. И на это смотрели очень спокойно. Приписывают Раневский и роман с балериной Екатериной Гельцер, а также поэтессой Софьей Парнок. А в 50-е в сексуальных домогательствах ее обвинила известная в театральных кругах дама Галина Гриневицкая, которая славилась своей эффектной внешностью и очень понравилась Раневской. Она была не похожа ни на кого. И, конечно, если бы она жила на Западе, то у нее бы сложилась по-другому личная, я думаю, биография. Москва, 21 июля 1984 года. Проститься с Раневской пришли все, кто ее знал. Даже если эти встречи были совсем короткие. Она была грандиозной фигурой. Великой старухой. Все артистки, которые играют возрастные роли, собираются даже до какого-то возраста еще, слава богу, играть, они тоже хотят быть великими старухами. У гроба обид не вспоминают. Но среди скорбящих было очень много людей, которым она нанесла глубокие душевные раны. Когда она приходила в театр, все обслуживающий персонал, костюмеры, гримеры прятались. Она терпеть не могла халтуры и легкомысленного отношения к делу. Плохо сидит костюм, неряшливо делают грим. Виновного она костерила матом. Приложить она могла и коллег, которые, как считала Раневская, работают плохо. Бездарь, лентяй, скажет об этом прямо. Однажды мне это не понравилось, я там чего-то провякал, на что она мне сказала, я не народная учительница, а народная артистка. Вот доживешь до моих лет, посмотрим, как ты будешь выражаться. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Почему стреляют? Что немцы, немцы пришли к трогам? Нет, мамаша, революция! Ну какая бестолкность, какая распущенность! Две революции в один год! Это она уже играла в 65-м, когда забыла ужас, который пережила в 17-м году. Вся ее семья тогда бежала за границу. Решение было принято довольно внезапно, и так до сих пор не ясно, знала ли Фаина о решении отца эмигрировать. Хотя она говорила, что решила остаться в России, потому что не мыслила себя в нерусской цели. Это частая история, просто штамп. Гениальная актриса или актер, про которых потом говорят, а их не хотели принимать в театральное училище, не видели в кино и на сцене. Когда Фанни приехала в Москву, ей тоже сказали, шансов нет, и внешность ужас, и талантом не бахнет. Никакой надежды, что она дальше будет продолжать, не было. И тем не менее, упорства-то у нее хватило. Спустя два года, подучившись актерскому мастерству в Таганроге, она вновь отправилась покорять Москву. Но ей не повезло опять. Все не так складывалось, как надо. Но я помню, она мне рассказывала, что когда однажды Станиславский ехал по улице в коляске, и она настолько была потрясена. Я стала прыгать около пролетки и кричать ему, «Мальчик мой дорогой!» И он стал смеяться, стал спиной к извозчику и посылал мне приветы, воздушные поцелуи. Она восприняла это как знак свыше. Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Ей повезло общаться с великими людьми. И главное, с актрисой Павлой Вульф. Павла Леонтьевна Вульф, которая ее, можно сказать, прям буквально подобрала в Москве, когда ей было трудно. Она ее взяла в семью и, в общем, первые уроки преподавала она актриса тоже. Павла Вульф сразу поняла, что встретила настоящий талант. Она занималась сраневской сценическим мастерством, а потом устроила ее на работу в театр. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь с собой довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Почти 16 лет они вместе гастролировали по всей стране. Фаина Фельдман придумала себе звучный псевдоним Раневская. По легенде, когда она вышла из банка с деньгами в руках, подул сильный ветер. У нее из рук вылетели деньги, они летят, она говорит, как они красиво летят, посмотрите. И говорит, ну вы просто как Раневская из Вишневого сада. Ее крестным отцом в кинематографе стал Михаил Ром. В 34-м году он снял Раневскую в своей дебютной ленте «Пышка». И потом она говорила. Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Во время вынужденного театрального простоя Раневская играла в эпизодах разных фильмов. И эти короткие появления на экране врезались в память часто больше, чем главные герои фильма. Здравствуйте, Матрич, Александр. Приходи. Не меня пожалей. Всего Александра Пархоменко, возможно, даже это хороший фильм. Но все помнят только Раневскую. А вот надо было уметь таким образом сниматься. А в 40-м году вышел фильм «Подкидыш». И это была уже всесоюзная слава. В течение года фильм посмотрело больше 16 миллионов зрителей. Муля, не нервируй меня. Она ненавидела эту роль за Мулю. Муля, не нервируй меня. Эта фраза преследовала ее всю жизнь. Ираневскую страшно бесила. Они шли в эвакуации на рынок, бежали какие-то мальчишки. Муля, не я. Вот эти Муля, не нервируй меня. Муля, не нервируй меня. Ну, она развернулась и сказала «Пионеры, идите в жопу». Даже Брежнев уже в 70-е годы вручая ей награду не смог удержаться от соблазна. Ираневская потом говорила, что ей пришлось поставить на место и генсека. Он ко мне подошел, увидел меня и сказал «О, Боже мой, Муля, не нервируй меня». Я ему сказала «Леонид Ильич, пожалуйста, никогда бы больше этого не делали». Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. В 49-м году Раневскую пригласили в театр имени Моссовета. Там она сыграла свои лучшие роли и заработала репутацию невыносимого человека. Она очень, ну, вот, в театре Моссовета она просто позволяла себе диктовать. Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Главный режиссер театра Юрий Завадский понимал, с каким уникальным талантом имеет дело. Но что ему пришлось пережить? Раневская на репетициях злилась, раздражалась, унижала других актеров, вносила изменения в тексты пьес без спроса режиссера и, само собой, драматургов, как сделала это, к примеру, в спектакле «Шторм». «Я же чистая, как цветок, я же не повинная, вот этот Богомолов, слухай, слухай, значит, ты меня защищешь, Богомолов, военкомате тоже, он работает, пиши, слухай, всех повидаю, к чертовой мать!» Это же вот у нас весь театр говорил, говорит по сей день, ну что вы, чистая, невинная, как цветок, незабудка. В роли спекулянтки Мани Раневская затмевала приму театра Веру Морецкую, бывшую жену Юрия Завадского. Народ приходил на шторм, дожидался сцены допроса Маньки и как только она заканчивалась, половина зала пустела. И для Морецкой это каждый раз был тяжелый удар. В итоге Завадский выбросил эту сцену из спектакля вообще. И когда Раневскую спрашивали, что великого сделала Завадский в искусстве, она говорит, ну как что? он выбросил меня из шторма. Раневская терпеть не могла никаких замечаний, даже справедливых. Авторитетов для нее не было вообще. Ругаясь с Завадским, в выражениях она не стеснялась. Они были страшные иногда слова, даже не хочется повторять. Завадский считался видным, красивым мужчиной. Но Раневская придумала ему несколько очень обидных кличек. Называла его маразматиком-затейником, уцененным Мейрхольдом и вытянутым лилипутом. В первом Кобеле это вполне объяснимо, это действительно так, потому что количество жен у Завадского, у Юрия Александровича, зашкалило. У знаменитого режиссера было 12 официальных браков. В разное время он был женат на актрисах Ирине Вольф, Вере Морецкой, балерине Галине Улановой. Раневская словно разнесла по театру Моссовета инфекцию. Над Завадским подтрунивали за глаза почти все артисты, передразнивали, изображая его артикуляцию, собирали про режиссера сплетни. Когда он получил звание Героя социалистического труда, Раневская предложила называть его Гертрудой. Это был такой тоже, я думаю, интересный сериал для очевидцев. Каждый день, что сказала Раневская, что ответила Завадский. Завадский очень любил проводить собрания, беседовать об искусстве и обсуждать моральный облик актеров. Однажды, к примеру, осуждали одного актера за гомосексуальные связи. И Раневская изрекла очередную крылатую фразу. Несчастная страна, где человек не может распорядиться своей жопой. Она была сама по себе. Ее многие раздражали. В начале 50-х годов она переехала из коммуналки в двухкомнатную квартиру в Сталинскую высотку на Котельнической набережной. Квартиры здесь давали уже с пафосной мебелировкой. Соседями у Раневской были сплошь народные артисты и великие писатели. А она говорила, что живет в трущобах и страдала от шума булочной, которая была прямо под окном ее спальни. В 6 часов утра разгружали огромные машины с хлебом. Фаина Георгиевна говорила, я живу между хлебом и зрелищами. Потому что из одного окна был виден иллюзион, откуда выходили зрители, а из другого окна была видна булочная. Почти все знаменитые жильцы высотки на Котельнической набережной имели прислугу. Но Раневская домработницу долго брать не хотела. Когда у нее кто-то спросил, что вы же можете там взять работницу, ну она получала, даже приличные жалования в театре, ну по сравнению там с другими, то она якобы сказала, что все мои домработницы сейчас снимаются в кино, играют в высшее общество. Характер у актрисы был непростой. Ужиться с ней надолго ни у кого не получалось. Домработницы сбегали от нее, не прослужив порой и месяца. Домработницы у нее не задерживались. Ну она всегда говорила, поклонников много, а за лекарством сходить некому. Москва, 21 июля 1984 года. Прощение с Фаиной Раневской было обставлено скромно. Ни роскошных венков, ни крупных чиновников с громкими речами. И скорбь была очень искренней. Я помню, когда мы с ней прощались, был у нас такой артист Михаил Львович Львов. Он так вскрикнул, сказал, мы же ее больше никогда не увидим и заплакал. Во время спектакля дальше тишина, плакали даже мужчины. История двух стариков, которые прожили вместе полвека и вынуждены расстаться, просто разрывает сердце. Я была счастлива с тобой каждую минуту, каждый час. все 50 лет. Раневской было уже тяжело играть столь эмоциональную роль. Последний раз она вышла на сцену за год до смерти. И все понимали, вот-вот и ее не станет. Уходит эпоха, последняя глыба театра. Любовь зрителя это единственная любовь, которую в жизни, через которую, вернее, я пронесла через всю мою актерскую жизнь и радуюсь так, как не радовалась ни одной то, что называется любви у нормальных людей. Во времена расцвета театра имени Моссовета в нем было три примы Фаина Раневская, Вера Морецкая и Любовь Орлова. Орлова, которая себя несла и считала себя символом эпохи, Морецкая, которая была хозяйкой театра. И тут Раневская, Раневская, которая все понимает, которая шутит. У Раневской были очень сложные отношения с Морецкой, которая была лауреатом четырех сталинских премий и вечным членом правительства. Дорогие товарищи, может, в вашем деле тоже такое случалось? Так присоветуйте. Она была чин партии, она любила выступать и могла выступить в Кремле, а Фенегер мне это абсолютно претело. Если от любви до ненависти и обратно один шаг, то мы только и занимались, что шагали туда-сюда. Как-то Морецкая вместе, как она считала, с подругой Фаиной Раневской прогуливались по Тверской и по дороге им попался слепой просящий милостыню. Морецкая так между делом разговаривая с Фаиной Георгиевной кладет монетку этому слепому, слепой не поднимая головы говорит спасибо, красавица. На что Раневская говорит Морецкой слушай, а он и вправду слепой. Как-то на собрании труппы Морецкая в сердцах крикнула я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу и тут же получила от язвительной Раневской терпеть не могу стоять в очереди. Она уступила Морецкой свою роль, когда на нее просто страшно надавили. Когда встал вопрос о гастролях театра в Париже, Завадский сказал, вот Вера хочет поехать, а ей не с чем ехать. Ланевская поняла, к чему он клонит, и отдала Морецкой свою хорошую роль в спектакле «Дядя Шкинсон» по Достоевскому. Маргарита Львов! Маргарита Львов! А вот с Орловой отношения были гораздо лучше. Дружба завязалась на съемках фильма «Весна». Орлова одной из первых актрис в Советском Союзе легла под нож пластического хирурга и подбирала перчатки костюмом в Париже. Из себя играла Марлен Дитрих. Она взяла для себя, она просто копировала Марлен Дитрих и западный голливудский стиль жизни. Естественно, что Раневская про это едко шутила. И, несмотря на дружбу, могла сказать, что Орлова настолько крепка как актриса, что даже может сидеть голым задом на раскаленной пушке. Но Орлова никогда не обижалась. Приходила к Раневской с шампанским и, будучи очень закрытым человеком, говорила о самом больном для нее и важном. И звала Фаину Георгиевну «Мой добрый фей». Их связывала, я думаю, общность интересов по-много. И то, что им было комфортно друг с другом. Орлова страстно любила дорогие меха. И до конца своих дней не знала, что благодаря Раневской могла однажды лишиться одной из своих любимых шуб. У Фаины Георгиевны была очередная домработница, которая влюбилась и переживала, что на свидание ей придется идти в убогом пальто. Когда в дом пришла Орлова, Раневская разрешила прислуге взять ее меховое манто. и четыре часа развлекала и удерживала подругу, пока девушка не вернулась домой и не вернула шубу. В 60-е у Орловой было очень мало работы в театре, и великодушная Раневская отдала ей свою главную роль в любимом спектакле «Странная миссис Сэвидж». Позже за эту роль начнет борьбу уже смертельно больная Вера Морецкая, и Завадский пойдет ей навстречу. Для кого этот дом, доктор? Именно Морецкую снимут в телеспектакле, а не Раневскую, которая была первой и лучшей миссис Сэвидж. Когда сказали отдать спектакль Морецкой, это было тяжело для Раневской, конечно, тяжело. Раневская была очень высокого роста, метр восемьдесят два. У нее был огромный нос, нескладная фигура. Вы заболели, Фаина Георгиевна? Нет, я просто так выгляжу. Возьмите там под кроватью мои туфли. Не маленькие? Нет, спасибо. Даже большие. Почему большие? Самый нормальный, 42-й номер. Однажды ей понравился один мужчина, и она считала, что он в нее влюблен. Актриса купила новое платье, сделала ужин, а кавалер заявился пьяным, да еще и с подружкой. Они плюхнулись за стол и продолжили веселье. И для Раневской это стало настоящим ударом. Значит, я вам нравлюсь. Нравитесь? А что вам больше всего во мне нравится? Жил площадь. Раневская очень удивилась, когда узнала, что в любовники ей записали Василия Меркурьева, с которым она играла в Золушке и даже самого Качалова? Нет, с Качаловым да. Это был не роман, это была влюбленность взаимная. Василий Иванович был женат, у него была семья, но Фаина его обожала. А вот про близкие отношения с маршалом Федором Толбухиным ее коллеги не знали. С блестящим полководцем она познакомилась в середине 40-х годов в Тбилеси. У него была аристократическая закалка, дворянская закалка. Она впервые в жизни увидела вообще другого человека, не богемного, настоящего мужика. Он устраивал ей пикники в горах, дарил дорогие подарки, но больше всего она ценила то, что маршал блестяще разбирался в поэзии и читал ей стихи. Сохранилась лишь одна фотография, где маршал и Раневская вместе. Сделана она в коммунальной квартире в Старопименовском переулке. Нужно просто внимательно посмотреть, каким взглядом эти люди смотрят друг на друга. И тут вырисовывается только один ответ – это любовь. Угловатая и совсем не кокетливая Раневская в конце сороковых превратилась в очень женственную особу. Но в сорок девятом Толбухин неожиданно умер. Официальная версия – тяжелая стадия сахарного диабета. Но Раневская в нее не верила. Она считала, что что-то такое сделали, от чего он скончался. И тогда была депрессия страшная. Она рыдала, она не спала ночами. Маршал был кремирован. Урну захоронили в Кремлевской стене. Раневской выдали пропуск, на что претендовать могли только близкие родственники Толбухина. Эти отношения были похожи на подлинные отношения чуть ли не супругов. Хотя, конечно, я почти уверен, что ничего эротического в них не было. Это была просто такая настоящая высокочеловеческая дружба. Особо Раневской удавались роли наглых, беспардонных дам, затеявших криминальный бизнес. Смотри, как тигры мои крадены. Что делать? Это душные, глупые мещанки, одержимые вещизмом. Я сейчас открою, мне беспокоиться. У меня клиентки четыре флакона взяли. Знаете, они так изменились, что их собственные дети не узнают. Перины, жалко, голубки. Три года собирала. Пушин, как пушинки. Но в жизни она была бесконечно далека от косметики, перин, мебели и денег. Тома ходила в ужасно заношенном халате. Всем казалось, что ему лет 30. Обстановка в квартире была очень скромная, и у нее постоянно воровали ценные вещи. «Хранцузские духи» или какой-то томик уникальной книги. Она обижалась, она обижалась, но не делала из этого трагедии, никогда не искала, кто это мог сделать. Никогда. Ей было неловко получать большие гонорары. И ходили легенды о щедрости Раневской. На всю сумму, полученную за съемки в фильме «Золушка», она накупила коллегам по театру подарков, не оставив себе ни копейки. Файна Георгиевна всегда была без денег. И она об этом часто пишет. В итоге Завадский не выдержал многолетней войны с этой глыбой. И они очень громко расстались. Сатанев от этого скандала орет вон из театра. На что Файна Георгиевна ему тут же ответила, не моргнув глазом, вон из искусства. Труппа поддержала изгнание примы театра. Ее обвинили в высокомерии и грубости. Коллеги требовали, пора кончать этот Освенцем Раневской. Раневская перешла в театр имени Пушкина, который тогда не очень сильно котировался. Но и там она не прижилась. По старой привычке начала диктовать свою волю режиссерам и ругаться с трупой. А ты скажи по-дружески. Не умею. По-дружески у меня всегда кончается скандалом, ты же знаешь. Однажды ей объявили бойкот. Пришедшая на репетицию Раневская сказала здрасте. В ответ гробовая тишина. На что она произнесла никого нет? Ну тогда я пойду в туалет. Только гораздо грубее. Действительно была женщина с большими завихрениями. Но это были это никогда не были античеловеческие завихрения. В итоге она вернулась в театр имени Моссовета. Завадский ее простил. И вся труппа тоже. Осталось в истории Завадский золотыми буквами написано и золотыми буквами Раневская. У Раневской надо учиться тому, как заниматься собственным делом и не лезть ни в какую власть. Несмотря на все звания и награды народная артистка СССР так и не вступила в партию и никогда никого не боялась. Ее уважали все чиновники. Даже председатель Госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин про антисемитизм которого слагали легенды. Лапин наверное был первый кто создал черные списки такие стоп-листы для телевидения советского. И исчезли популярнейшие звезды. Абадзинский. Муллерман Мондрус Ведищева Бродская Кристалинская. У Раневской телевизора не было. На полном серьезе она говорила что с помощью этого аппарата за известными людьми следит КГБ. Телевизор это подслушивающее устройство. А так вообще она говорила что зачем мне телевизор если мне нужно я пойду галочке Улановой в соседний подъезд. Телевизионных записей Фаины Раневской сохранилось немного. Она не любила сниматься в телепрограммах потому что как обычно ей не нравились сценарии и режиссеры. Мы спросили актрису в какой форме она хотела бы принять участие в нашей передаче. Актриса ответила я хотела бы присутствовать на вашей передаче как телезритель. Ходил анекдот а возможно такой разговор и был на самом деле что Лапин ей позвонил и Фаина Георгина а где же я вас увижу в следующий раз на что-то с присущей и прямотой ответил он скорее всего в гробу. Два года с Раневской жила вернувшаяся из эмиграции сестра Изабелла которая тоже была одинокой бездетной и очень несчастной женщиной. Но в середине 60-х она умерла от рака и это было началом целого ряда сокрушительных потерь для Раневской. Все кто много значил в ее жизни стали уходить один за другим. Скончалась Анна Ахматова. В 70-е ушла дочь Павла Вульф Ирина Юрий Завадский Любовь Орлова Вера Морецкая Василий Меркурьев В конце жизни у нее была только собачка и ощущение что она очень мало сделала. Раневская назвала свою псину мальчиком как когда-то Станиславского. Псу разрешалось все. Он мог нагадить на ковер громко лаять на всех гостей актрисы и даже цапнуть. Но она его обожала. Кроме этого церкви у меня ничего нет. И никого нет. Даже мужа нет. заступить снегом. Если больной очень хочет жить врачи бессильны. В последний год жизни к ней каждый день приходила медсестра которая актриса щедро платила за уколы. У нее скакало давление все время что-то болело. Москва 19 июля 1984 года. В ЦКБ Раневская попала с переломом шейки бедра. Но она надеялась все же подняться. А врачи не знали за что хвататься. Потому что это закрутило сразу глубок проблем. Сразу появились осложнения. Появилась пневмония. Днем Раневскую навестила актриса Марина Ниелова. Она была последней и кто видел живую Раневскую. Врачи уговаривали Фаину Георгиевну на экстренную операцию. Но она сопротивлялась. Говорят, она легко ушла. Что она что-то еще с медсестрами пошутила. Ее везли по коридору. Она что-то такое. Какая-то была прощальная шутка. Урну с прахом Раневской захоронили в могилу сестры Изабеллы на Донском кладбище. Ее подруги Вера Морецкая и Любовь Орлова упокоились на Новодевичьем, самым престижном погосте Советского Союза. При желании ее могли похоронить на Новодевичьем, но у Раневской никогда такой идеи не было. Евгений Стеблов хорошо рассказывает про момент похорон, когда там какой-то фотограф хотел снять хороший, сделать хороший кадр и упал в кусты. Это было, конечно, стиль Раневской абсолютно. И она была бы рада, что подруги ее последних дней не лили слез и не было натужной драмы. Я помню, как мы через некоторое время пришли в дом ее Яни, Елова и Сухоцкая сидели и тоже вспоминали. Но вспоминали вот как-то не грустно, а почему-то смеялись. Теперь, пожалуй, можно и уходить. сухоцкая 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 сухоцкая